Доброе утро, дорогие! Сегодня мы продолжаем наш разговор с Еленой Островской и с Игорем Островским. Ну а также, конечно же, подготовлю для вас потрясающую встречу с Ливоном Аганезовым. Всё это для концерта 1 апреля. Всё для вас называется этот концерт, ну и, собственно, всё и так для вас. В Скандинавия Хаус в 7 часов вечера 1 апреля Елена Островская и Ливон Аганезов будут для вас играть и делать совершенно потрясающую, ну, наверное, ретроспективу. Ретроспективу романсов 30-е, 40-е, 50-е, ну и немного джаза. Подробности, я так понимаю, вы как раз сейчас это всё увидите. Спасибо вам огромное и до встречи 1 апреля. Точка на карте жизни сейчас возникла, когда вы с ребёнком втроём уезжаете из Ленинграда. Это был билет в один конец. У нас забрали, мы заплатили штраф большой, кстати, у меня зарплата была 105 рублей, а штраф был 700 долларов. Это не штраф, это была плата за отказ от гражданства. Забирали квартиру, забирали всё, надо было отказаться, нужно было идти на работу. Но, когда я пришла на работу, то никто меня не осуждал тогда, в 89-м году. И наоборот, я-то шла со страхом, а они мне сказали, ну, счастливо тебе, ну, счастливо тебе. Я про жена была, конечно, приятно. В итоге всё случилось, и в итоге вы, распрощавшись со всеми, всё-таки решили... Я поехала ведь прощаться к бабушке на Украину, ей тогда было где-то 88, и это я уж точно понимала, что вот я уже её не увижу, и я её не увидела. Я везла Сашу, Сашке было 6 месяцев тогда, мы поехали втроём, и тогда впервые я сказала, бабушка, ну, расскажи мне про твою жизнь. Ты никогда не рассказывала, но я, может быть, не увижу тебя, я взяла дневник, и вот первый раз в жизни, из-за того, что я уезжала, она стала рассказывать, как она познакомилась с моим дедушкой в Праге, как они вдвоём закончили Пражский университет, как дедушка был революционно настроен, потому что он был из небогатой семьи, и тяжело было, и он верил в революцию, как его из Праги с бабушкой выгнали за то, что он с этими идеями был проникнут, как он поехал сначала преподавать в институт в Харькове, как из Харькова его пригласили быть ректором геодофизического всесоюзного института Москвы и геологии, как они жили в Москве, припеваючи три года. Это то время, когда голодала страна, у них был водитель, он был ректор, у них был водитель, у них была какая-то кухарка, бабушка не работала, он преподавал, чертил, он знал много языков, и вот как водили моего пятилетнего отца в Большой театр, были магазины для них свои, и как ночью, через три года, приехала черная машина, девушку забрали, больше его никогда, 33-й год, его никто не видел, как только дедушку забрали, бабушка тут же позвонила его сестре на Украину и сказала, в ближайшее время за мной придут, всегда приходят за женами, зажженными врагов народа, да-да-да. И Володю, шестилетнего, отдадут в лагерь для детей врагов, он там погибнет. И вот сестра приехала, родная сестра забранного деда моего, Алексея, приехала, и действительно, через три месяца ночью так же приехала машина и забрала бабушку Машу мою, Марию Юльну Венецкую, она из Львова, родилась во Львове, она полька-полячка, украинка, дедушка-украинец Ганжа, вот, ее тоже забрали, к счастью, была сестра дедушки, и папу забрали на Украину, вот, в тот самый дом, который был построен прадедушкой в 1900 году, Гайворон. Кстати говоря, в Гайвороне родился известнейший наш русский музыкант Игорь Крутой. И учился он у учительницы, которая жила напротив нашего гайворонского дома. Вот такие странные совпадения. Вот момент, как вы выбирали путь, через что ехать? Из Ленинграда через Австрию, или через Рим, или в Израиль, или в Америку, но у вас вызов был в Америку, но я знаю, что там на пути все равно задавали вопросы. Хотите ли вы туда-туда? Рассказывайте. Ну, вызов-то был в Израиль, поэтому тут уже от нас ничего не зависело. Дай бог, что выехать было. Сначала прилетали в Вену, а потом в Рим. В Рим это уже была наша первая, самая счастливая, я думаю, жизнь вообще в нашей жизни, потому что Италия для советского человека, это только книги и только Эрмитаж. Я, конечно, Италию все знала по Эрмитажу, там же вся Италия у нас. И я проводила с 14, 15, 16 лет, когда в июнь, когда мама работала, а мне было делать нечего, я ездила в Эрмитаж и присоединялась к любой группе и смотрела все эти работы, всех этих итальянцев, французов, испанцев. А у меня очень, почему тогда привлекал именно Эрмитаж, не русский, а именно вот это западное искусство. Экскурсии были восхитительные, и приехав в Италию, я приехала вот как в Эрмитаж к себе. То есть мне пить ленинградки, а Италия была очень близко. И это было необыкновенное счастье, полгода жизни в Италии. Это бесконечное счастье, еда, которую мы никогда не видели, фрукты, которых мы никогда не знали. И когда я увидела ландскейп, то, что называется пейзаж итальянский, то я с удилением обнаружила, что на картинах в Эрмитаже это непридуманные пеньи, это непридуманные сосны. Я-то думала, что художники выдумывают, но у нас же не было таких. И вдруг я вижу в Италии, а это вот то, что я видела уже на всех картинах, что это не выдумка, это, оказывается, они взяли и списали. Вот халтурчики. Ничего себе, это как ты попала в сказку, да? Я думала, этого нет, оказывается. Ой, ну что вы, денег не было, но сказка была. А внутри, значит, наверное, это самое главное в этой ситуации. А внутри было тоже, что теперь понятно, почему это музыка. Потому что вдохновлена ситуация вот вокруг, да? Ну, конечно, о чём вы говорите? Это Италия, в которую мы приехали в октябре, но там было тепло. Мы же ещё купались, итальянцы на нас смотрели, как на сумасшедших, но мы купались. И зимы там не было. Там и в декабре, и в январе летали какие-то мухи, вот, и цвели цветы, потому что это Рим, там было достаточно тепло, и мы гуляли по Риму. Жить мы могли только в коммуналке. Мы две семьи скооперировались, наши большие друзья по жизни. Были Лев и Марина Воскобойникова, до сих пор дружим. Вот, у них был ребёнок, трое, их трое. Нас мы сложили свои денежки, сняли виллу под Римом, и друг друга выручали. Вот Мариночка сидела с моим, с Сашей, значит, и со своим ребёнком, а мы ездили с Игорем в Венецию на экскурсию, или в Пизу на экскурсию, или... Сиена. Сиена на экскурсию. В общем, ну, непередаваемое счастье, непередаваемое. А музыка? Когда там музыка проросла? Я там выступала, пела тоже. Игорь там начал работать, потому что он был иглотерапевт, у него была кандидатская полу. А там не было никого, кто делал иглоукалывание. Поэтому я так сразу писался. И у нас возникла идея, может быть, остаться, но Игорь закончил специализированную школу английскую, и как-то... Ну, конечно. Говори обо мне. Авторская программа. Юль и Нади Гениор. Корректор А.Кулакова Кулакова